Всем добрый день, коллеги. Давайте проверим связь, все ли хорошо видно и слышно. У нас сегодня очень интересная тема. Завершающая третья, скажем так, часть по инвестированию. И поставьте плюсики, если со связью все хорошо. Отлично. Так, давайте мы еще проверим, кто у нас смотрел предыдущие серии, что называется. Просьба единички, те, кто смотрел первый вебинар по инвестированию, и единичку и двоечку ставьте, те, кто смотрел оба вебинара. Давайте вот такой небольшой опрос сделаем, чтобы я понимала, что у нас, в общем-то, с объемом информации, который сегодня нужно будет, может быть, дополнить несколько, если кто-то еще не был ни на одном вебинаре по инвестированию. Напомню, первая часть у нас с вами касалась того, как работает фондовый рынок, ИИСа, да, и выбора между типом А и типом Б. Также мы с вами говорили о трех шагах начинающего инвестора. Говорили о том, что сначала мы ставим финансовые цели, потом разбираемся в макроэкономике, только потом составляем портфель. Во второй части мы с вами говорили о конкретных финансовых инструментах, облигации, акции, золото, денежный рынок. Также мы с вами говорили подробно о биржевых, боевых инвестиционных фондах, которые торгуются на бирже. Давайте я жду от вас единички и двоечки. Кто был, кто не был, так опишите, что не был ни на одном вебинаре, например, да. Мне это просто для понимания сегодня, когда я буду давать эту информацию, чуть больше, соответственно, буду о чем-то рассказывать, если кто-то не был. Кто, еще раз, единичку поставьте, кто был только на первом, единичку и двоечку, кто был и на том, и на другом. Давайте. Так, не все у нас ответили. Вас, на самом деле, немного сейчас в онлайне, поэтому давайте единичку, кто был на первом, единичку, кто был на первом вебинаре, и двоечку, кто был на втором, кто был на обоих, то пишите один-два. Давайте. Потому что я пока не вижу, вот пока вижу, что все, никто еще не был, то есть все первый раз. Кто-то вот один-два ставит. Таких у нас совсем немного. Ну, в целом, я напомнила, о чем были наши первые два вебинара. Это завершающую серию, соответственно, вебинар по инвестированию. Какие налоги платит инвестор. Сегодня будет очень интересный момент. Будет такой хороший лайфхак. И даже будет несколько о том, каким образом нужно сэкономить на налогах, в том числе через покупку биржевых инвестиционных фондов. Вы сэкономите налог на дивиденды. Расскажу, как это сделать. У нас будет конкретная схема. И, соответственно, уже будет тогда полное представление о том, как инвестировать на фондовом рынке. Давайте я представлюсь. Меня зовут Лукачева Светлана. У нас сегодня много тех, кто не был ни разу. Я являюсь топ-менеджером группы ВТБ и, соответственно, общественным деятелем в части финансовой грамотности. У меня есть учебник по финансовой грамотности для 10-11 класса. Он официально включен в перечень федеральных учебников. И, соответственно, в школе его закупают. Значит, есть YouTube-канал, на котором вы можете смотреть видео. Есть практикумы, на которые вы тоже можете бесплатно проходить на YouTube-канале. И Instagram, соответственно, для каких-то контактов, вопросов, которые у вас возникают. Итак, сегодня у нас с вами два больших блока. Налогообложение инвестора, резиденты и нерезиденты. И здесь мы с вами посмотрим в основном налогообложение, конечно, резидентов. Я объясню разницу между ними, но нас интересуют именно резиденты. По видам доходов на фондовом рынке, какие есть, собственно говоря, варианты. Акции, облигации, как они налогооблагаются, где можно сэкономить. И страховые пенсионные выплаты, посмотрим, как облагаются. Далее, во второй части мы посмотрим оптимизацию этого налогообложения. То есть, как сделать так, чтобы платить налогов меньше. В том числе здесь, в этом блоке, мы пройдем вопрос, связанный с заполнением декларации 3НДФЛ. Кстати, тема заполнения декларации подойдет вам не только для инвестиционных налоговых вычетов, но вообще для всех. То есть, вот у нас как-то с вами был вебинар по налоговым вычетам. Мы с вами тоже говорили на эту тему. Вот, на самом деле, с точки зрения налоговых вычетов, или у нас еще не было с вами вебинара по налоговым вычетам? Ну, в общем, организаторы, подскажите. По-моему, еще не было. Но мы в любом случае сейчас это пройдем, и потом он в любом случае состоится по графику. Итак, также мы здесь с вами, как я вам сказала, разберем оптимизацию налога на дивиденды через БПИФ. Это будут как вложения в американские акции, так и вложения в российские акции, как оптимизировать и те, и другие вложения. Ну, и, естественно, конкретный налоговый вычет по ИИСу разберем на примере, да, ИИСа типа А, ИИСа типа Б. Итак, налогообложение инвестора. Давайте посмотрим для начала на базу. База – это разница между налоговым резидентом и налоговым нерезидентом. Налоговыми нерезидентами являются те, кто пребывает на территории Российской Федерации менее 183 дней в течение 12 следующих квадрат месяцев. То есть если вы более количества 183 дней пребываете, то вы налоговый резидент. В большинстве случаев, конечно же, вы все являетесь налоговыми резидентами. Но так бывает, что вы приехали с другой страны, например, даже учитесь здесь, и при этом при всем, например, могли часть времени находиться за границей, да, и отсюда вам нужно всегда вот на эти аспекты смотреть. Это очень важный момент, потому что разница в налогообложении будет колоссальной. Она будет в два раза отличаться. Поэтому, да, налоговые резиденты – те, кто больше 183 дней в течение 12 следующих квадрат месяцев. Это означает необязательно календарный год. Вы можете находиться в 12 месяцев с мая по май, с июня по июнь. То есть главное – следующих квадрат месяцев. По налоговым резидентам. У нас с вами есть такая стандартная ставка налогообложения – 13%. Вообще, это такая ключевая у нас тема НДФЛа была. Много лет, десятилетий не поднималась у нас с вами шкала. У нас не было прогрессивной шкалы налогообложения. Но вот с 1 января 2021 года сдвинулась тема «Смертые точки». Я, на самом деле, считаю, что это правильная тема. И теперь у нас налогообложение для тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов, оно становится, как говорится, большим, и уже ставка будет 15%. Это касается в том числе и заработка на фондовом рынке. То же самое. Если, например, совокупно у вас больше 15%, получается, будет то налоговое вам досчитает, соответственно, налоги, и вы обязаны будете их доплатить. Есть по отдельным видам доходов 35% или 0%, но это мы еще с вами посмотрим по отдельным продуктам. Также небольшой такой нюанс в связи с тем, что была пандемия в прошлом году. Ну, например, вы из другой страны приехали и учитесь здесь. То есть у вас есть другая возможность. Вот за прошлый год предполагалось пребывать не 183 дня, а 90 дней. Это уже смягчает ситуацию. В 2021 году, ну, вот таких пока изменений нет, так что будем смотреть, следить за ситуацией. Возможно, тоже, опять-таки, в виду. И еще очень важный нюанс, связанный с тем, что с нового года у нас появилось несколько налоговых баз. Ну, то есть, когда мы получаем налоговые вычеты, нам очень важно понимать, какая налоговая база у нас с вами есть. Вот для того, чтобы получить налоговый вычет по ИИСу, ИИС типа А именно, да, мы с вами разбирали в первой части, что такое ИИС типа А. Я чуть позже, ну, скажем так, поясню еще дополнительно для тех, кто не был. Вот для этого нужно иметь НДФЛ, который вы платите на работе. Ну, то есть у вас есть работодатель, который, соответственно, официально вам выплачивает зарплату, и вы получаете, вы платите НДФЛ 13%. Если, например, у вас все ваши доходы с фондового рынка, и вы, соответственно, никаких других доходов не имеете, то есть только от продажи, купли ценных бумаг или, соответственно, доходы от дивидендов и купонов, то, к сожалению, вот эти даже уплаченные налоги не могут подпадать под налоговый вычет по типу ИИС типа А. Так, к сожалению. Поэтому очень важный момент. У нас вообще с 1 января 2021 года достаточно такие серьезные изменения произошли в налоговом законодательстве, и вам необходимо их учитывать. Итак, двигаемся дальше. Если у вас будут вопросы прям по ходу, что-то непонятно, сложно, потому что вся тема инвестирования, она непростая, пожалуйста, задавайте. Ну, давайте самый такой трепещущий вопрос и самый такой, который касается всех, разберем, это налогообложение вкладов и депозитов. Поставьте, пожалуйста, цифру 3, у кого из вас есть либо вклады, либо накопительные счета в банке. Вот поставьте, пожалуйста, цифру 3, у кого они есть. Теперь, с 1 января 2021 года у нас с вами изменяется налогообложение. Что оно из себя будет представлять? Сейчас у нас, если на ваших совокупно, во всех банках, на всех счетах вкладов и накопительных счетов, соответственно, открыто более чем на 1 миллион рублей, то в этой ситуации у нас будет следующее налогообложение. Миллион исключается, то есть мы его не налогооблагаем, он исключается из налогооблагаемой базы, а все, что свыше миллиона, будет, соответственно, на это доход начислен по ключевой ставке Центрального банка на 1 января, и уже с этого дохода будет уплачено 13%. Ну, то есть представьте себе, у вас есть, например, там в нескольких банках совокупно 1 миллион 300 тысяч. Вот миллион, с миллиона вы ничего не заплатите, а на 300 тысяч будет начислен доход по ключевой ставке Центрального банка на 1 января 2021 года, это 4,25%, и уже вот с этого дохода будет исчислен налог 13%. Вам ничего делать не надо, все будет делать налоговое, соответственно, и постфактум вам уже пришлет уведомление о необходимости уплаты налога до конца 2022 года. Вообще очень важный здесь есть нюанс, связан он с тем, что у вас по накопительному счету в банках остатки на самом деле, они небольшие, ну, то есть, условно выражаясь, у вас в накопительном счете может быть вообще процентная ставка, там 2,5%, 3% по вкладу, 3,5%, ну, там сейчас 4 где-то максимум вы найдете. Ну, и, соответственно, в этой ситуации у вас возникает резонный вопрос, а почему я должен платить налог с дохода по ставке 4,25, а не по той ставке, где я реально получил доход? Вот эта коллизия законодательства, не знаю, какие будут у нас с вами судебные прецеденты, но пока она остается, и для меня этот вопрос, и для многих это вопросом является, поэтому, в общем-то, ну, скажем так, не очень справедливо платить налог с большей суммой, нежели вообще-то заработать, да, логично. Поэтому ждем пока, может быть, будут какие-то судебные прецеденты, отсюда будут изменения. Далее, соответственно, здесь вопрос от Ольги, только вклады или накопительные счета, или остатки по счетам, на которых начисляется процент на остаток тоже. Вот те, которые накопительные счета, по которым начисляется процент на остаток, тоже подпадают, только если это не является счетом до востребования или зарплатным счетом, где процент, по-моему, ниже 1%. Вот, да, до ставки до 1% годовых, например, зарплатные счета, это не считается, а все, что выше 1% будет считаться. Причем вы можете получать 2,5%, как я уже сказала, оплатить налог вы будете с 4,25%. Ну, такая несправедливость, но что делать? Итак, далее у нас с вами есть еще такой продукт, который называется обезличенные металлические счета. Подозреваю, что ни у кого из вас нет таких открытых обезличенных металлических счетов. Мы говорили, это одна из пяти стратегий инвестиций в золото. Мы в прошлый раз как раз на второй части наших вебинаров по инвестициям об этом говорили. Так вот, здесь, соответственно, у нас с вами начисляется 13% на разницу с роста стоимости металла и также начисляются по процентам срочным тоже 13%, которые вы получаете на этот счет. Я напомню, что эти счета не застрахованы, в отличие от остатков в виде денежных средств на вкладах и, соответственно, накопительных счетах, потому что обезличенные металлические счета – это уже инвестирование, это делается на сроках, они не подставляют закон страхований вкладов. Я напомню, что все вклады у нас с вами, депозиты, накопительные счета и вообще как бы остатки на счетах банка застрахованы на сумму 1,4 миллиона рублей. А вот обезличенные металлические счета под это не подпадают. А если у жены счет на 990 тысяч и у мужа счет на 990 тысяч, считается ли по каждому физлицу или в целом по семье? Считается по каждому физлицу. То есть если в семье, соответственно, у вас два человека, то не надо их объединять. Они, собственно говоря, каждый сам по себе. Здесь у нас муж и жена не одна сатана, соответственно, они по отдельности платят налоги. Далее у нас с вами еще есть такой интересный продукт, как кредитные потребительские кооперативы. Они вообще в регионах вот очень сильно развиты. И в регионах прям вот огромное количество людей в них участвует, потому что там пытаются заработать чуть больше, чем на депозите. А тема рискованная. И в отличие от депозитов, между прочим, это тоже не застрахованный продукт. Поэтому с большой осторожностью по поводу кредитных и потребительских кооперативов нужно действовать. Вот здесь ставка взимается следующим образом. С превышения ставки ключевой плюс 5% будет взиматься 35%, соответственно, у вас налог. То есть если сейчас ключевая 4,25 плюс 5, это 9,25. То есть если вдруг в каком-то кредитном потребительском кооперативе вам заплатили 10% годовых, то вы заплатите с разницей между 10 и 9,25, соответственно, налог 35%. Вот с этого дохода вы с этой разницей будете платить. Кстати, вот ровно такое же налогообложение было до 1 января 2021 года по вкладам. И поэтому никто и никогда не платил эти налоги и даже не знал о них, потому что по вкладам просто нет таких ставок, превышающих 5% плюс ключевая ставка. Это невозможно было, да? Поэтому, ну как бы, а по факту налогообложение таковым было всегда. А вот сейчас его изменили теперь вне зависимости от того, сколько вы получаете по вкладу, заплатите ключевой. Ну, еще у нас есть с вами инвестиции в МФО и краудфандинг. Мы говорили об этом в прошлый раз, как инвестиция в долг, да? То есть у нас с вами есть облигации, это тоже инвестиция в долг. Но вот есть высокорискованные агрессивные стратегии, это МФО, краудфандинг. Очень часто люди пытаются участвовать на площадках, где так называемые берут небольшие займы под высокие проценты на то, чтобы обеспечить стендерные гарантии какие-то определенные, да, авансовые. И здесь вот тоже высокорискованный бизнес с большой осторожностью, пожалуйста, если вы вдруг захотите в нем участвовать не больше, чем 5-10% от ваших совокупных вообще имеющихся денежных средств. Конечно, не кредитных, только ваших. Здесь у нас с вами с любого дохода будет 13% годовых с такого участия. Итак, переходим к фондовому рынку. Вот в прошлый раз мы очень подробно разбирали продукты, да, разные акции, облигации, золото, денежный рынок, как в них вкладываться, и также мы с вами разобрали прям целая часть, у нас был целый блок, что такое боевые инвестиционные фонды, именно биржевые боевые инвестиционные фонды, которые торгуются на бирже, потому что, по-моему, все боевые инвестиционные фонды, которые не торгуются, вообще не стоят вашего внимания. Я об этом говорила, что есть большая разница между ПИФом и БПИФом. Так вот, с моей точки зрения, ПИФа вашего внимания не стоит. Вашего внимания заслуживают только БПИФа ввиду широкой диверсификации, высокой ликвидности на рынке, соответственно, и будет вам позволять сразу закрывать огромное количество риска, ну и в том числе нет необходимости выбирать конкретную бумагу. Вот здесь при выходе, то есть при продаже поев, например, если вы купили пои какого-то БПИФа, как мы с вами на примере рассматривали БПИФ БТБ, следующий за индексом Мосбиржи, то при продаже поев с дохода вы платите 12%, да, при выходе, соответственно, из этого фонда. По облигациям есть два вида дохода. По облигациям у нас с вами есть, мы с вами разбирали это подробно, значит, есть доход, связанный с разницей в цене покупки и продажи, но он небольшой. И есть, соответственно, доход, который мы с вами платим по купонам. И там, и там 13%, вне зависимости от того. До 1 января 2021 года были льготные налогообложения по ОФЗ, муниципальным облигациям и ряду корпоративных облигаций, выпущенных после 1 января 2017 года. С 1 января этого года все это отменено. Теперь по всем купонам вы платите 13%, вне зависимости от того, даже ОФЗ это или нет. И вот те несчастные, как говорится, денежные средства, которые вы зарабатываете, они тоже будут облагаться. Ну, я считаю, что фондовый рынок, может быть, это еще более-менее адекватная, конечно, была мера, но по вкладам это, конечно, была абсолютно неадекватная мера. И я думаю, что она еще очень сильно аукнута в целом. Итак, Данила спрашивает, ETF и BPF это одно и то же? Ну, конечно, да, это одно и то же, по сути, свои это биржевые фонды, оба торгуемые. Мы как раз с вами подробно разбирали в табличке в прошлый раз, в чем разница между ETF и BPF. Кто не смотрел, возвращайтесь, смотрите. По сути, эта разница небольшая для вас, как для пользователя, но она существует. Может быть, для кого-то будет существенной, пожалуйста, вернитесь и уточните. По акциям у нас тоже с вами два вида дохода. Это доход с разницей между ценой покупки и продажи и доход с дивидендами. Вот доход с дивидендов 13%, доход с разницей по цене покупки и продажи 13%. Посмотрите, вот эта вот базовая ставка 13%, она практически по всем доходам есть на фондовом рынке. Напомню еще раз про 15%, что если у вас доход превышает 5 миллионов рублей в год, то ставка будет 15%. Совокупный доход не только на фондовом рынке, но и вообще доход, то есть зарплата и что бы то ни было. Единственное, сюда не входят продажи, например, недвижимости. Если вы заработали в рамках продажи недвижимости, то это уже не будет, соответственно, попадать под эту ставку. Только здесь будет 13%. Это вот для доходов, связанных именно с трудовой деятельностью и работой на фондовом рынке. Еще важный момент для себя понимать, что вот этот вот налог, который идет с разницей в цене покупки и продажи тех же самых акций, потому что в основном, в отличие, они растут достаточно серьезно в цене, в отличие от облигаций. Облигации могут колебаться, но не так значительно в цене. Значит, то вот здесь как раз-таки мы этот налог уплачиваем только в момент фиксации прибыли. То есть если вы смотрите на свой портфель и у вас там цена акций выросла в 2-3 раза, то, соответственно, не стоит думать о том, что с вас какой-то налог возьмут. Нет, он именно в момент выхода продажи фиксируется прибыль, и тогда вы платите вот эти 13%. До этого времени это все нарисованная бумажная прибыль, и вы ничего не платите. То же самое, как нарисованный бумажный убыток. Просела у вас акция в портфеле, но чего переживать по этому поводу, она отрастет с большой вероятностью. Поэтому это такой же бумажный убыток, как и бумажная прибыль, пока вы не зафиксировали ничего. Мы с вами говорили в первом видео, в первой части инвестирования, что как раз вот пассивные начинающие инвесторы очень боятся, когда начинаются просадки, начинают продавать бумаги. На самом деле, как вы видите, практика показывает, что в большинстве случаев они отрастают, может быть, не сразу, какие-то могут не отрастать годами, кто-то отрастает быстрее. Значит, по Америке чуть позже мы с вами все проговорим, Мария. Это будет последний слайд, так что набираемся терпения, и я все расскажу. Там все будет про Америку, про форму W8BN, все там будет. Итак, с фондовым рынком мы с вами немножко завершили, соответственно, эту тему. Чуть подробнее потом про акции проговорим. Я уже сказала об оптимизации через БПИФ. Значит, дальше. Мы с вами идем к налогообложению страховых и пенсионных выплат. Вообще продукты страхования не сильно развиты, конечно же, у нас. Но, возможно, кто-то из вас решит воспользоваться таким продуктом. Это, кстати, полезные достаточно продукты, потому что позволяют вам в случае какой-то проблемы, например, да, там, потери трудоспособности, все-таки не потерять доход. Это важно. Или, например, у вас есть иждивенция, которая от вас зависит, да, то здесь тоже важно доход сохранить, а иначе они не смогут выжить. Поэтому, если вдруг вы страховку такую оформляете в пользу себя самого, то она освобождается от налогов. Если в пользу третьих лиц, в пользу иждивенцев, например, ваших, то она уже облагается 13%. По накопительному инвестиционному страхованию жизни, вне зависимости от того, в чью пользу, все равно 13%. Значит, по поводу досрочного изъятия, ставить снизу ма денежные средства, потому что вы теряете, к сожалению, достаточно серьезные суммы, да, по страховке. Поэтому здесь есть всегда свои оговорки у страховчика. Вообще не рекомендую. Если вы уже заключили договор на 5 лет, то давайте уже 5 лет надо каким-то образом прожить. Может быть, в следующий раз не заключать, если вы чего-то недопоняли. Но лучше читать все изначально, да, что у вас, например, по тем же страховым предложениям то у вас там минимум 5-летний будет горизонт планирования. По ИИСу, помните, у вас 3-летний горизонт планирования, да. Тоже, когда мы заходим, мы понимаем, что инвестиции – это не на месяц, не на два, не на три. И вообще до года, до года у нас с вами только депозиты и накопительные счета. А вот если вы уже выходите с сроком более года, вот можно выходить на фондовый рынок. Итак, давайте с вами посмотрим на оптимизацию налогообложения. Сейчас как раз я отвечу на вопрос. Прибыль по портфелю или по элементам портфеля отдельно, по акциям, фьючерсам, фондам. Что имеется в виду прибыль по портфелю? На какие-то доходы нужно самим подавать налоговые декларации? Нет, у вас на российском фондовом рынке налоговым агентом выступает полностью брокер, он платит за вас все налоги, как при продаже, так, собственно говоря, и дивиденды, купоны, он все, он везде является налоговым агентом. Вам ничего самим подавать не нужно. Подавать нужно будет только по американским акциям, я чуть позже об этом расскажу. Да, соответственно. Плюс вам нужно будет подавать налоговую декларацию, если вы хотите получить налоговые вычеты. Мы тоже сейчас об этом будем говорить, о налоговых вычетах. Вот как раз мы к ним и переходим. Итак, значит, что такое налоговый вычет? Вот из типа А предполагает наличие налогового вычета, который у нас с вами составляет 400 тысяч рублей в год максимум. И, соответственно, когда мы говорим, что налоговый вычет 400 тысяч рублей, это налоговая база. Это означает, что ваша выгода в этой ситуации составит 52 тысячи рублей в год максимум. И вот этот важный момент нужно учитывать. То есть если об имущественных налоговых вычетах, связанных с покупкой имущества, вам кто-то что-то говорит, тоже смотрите на это как вот 2 миллиона рублей налогового вычета имущества. Это не значит, что вы 2 миллиона получите от государства. Нет. Вы получите 260 тысяч рублей. 13% от 2 миллионов. И еще важный момент, связанный с налоговыми вычетами. Вы можете получить по налоговому вычету только ту сумму, которую вы уплатили в текущем году. Вот если вы на ИИС внесли 400 тысяч в этом году, но у вас нет уплаченного НДФЛ, то ничего вернуть вы не можете. Понимаете, да? То есть мы можем вернуть только то, что уже уплатили в этом году в бюджет. Поэтому мы здесь должны четко абсолютно смотреть, отслеживать, когда заключаем договор по ИИСу, мы какую стратегию выбираем. Мы это разбирали. Соответственно, если у нас есть НДФЛ, стратегия типа А. Если у нас НДФЛ нет, то стратегия типа Б. У нас вообще существует несколько видов налоговых вычетов. Стандартный – это там связано с детьми и с инвалидностью. Социальный – это лечение, обучение, благотворительность, ИСЖ, пенсионные фонды и накопления, соответственно, добровольные. У нас с вами также есть профессиональные налоговые вычеты. Это, например, если вы адвокат, ИП, автор книги, то есть там тоже можно определенные вычеты для себя, соответственно, иметь. Имущественные налоговые вычеты – это покупка, продажа имущества, соответственно, инвестиционные налоговые вычеты, которые мы сегодня разберем, и два вида получения. Через работодателя и через налоговую инспекцию. Я через работодателя вычетами не пользуюсь, пользуюсь вычетами через налоговую инспекцию, подавая один раз в год декларацию, мне так удобнее. Итак, инвестиционная налоговая вычета. Есть три типа инвестиционных налоговых вычетов. Вот я вам помните, в первой части говорила, кто был, что ленивый и пассивный инвестор выигрывает у активного. То есть когда вы спрашиваете меня, что мне делать трейдинг, трейдить или инвестировать в долгосрок, я вам сразу же говорю, что однозначно инвестировать в долгосрок. Потому что на трейдинге вы всегда проигрываете. Всегда. Первая причина, по которой вы проигрываете, вы тратите свое время. Вторая причина, вы платите огромные комиссии брокерам, потому что вы постоянно покупаете и продаете, а каждая сделка это комиссии, в итоге они накапливаются. И третья причина, вы платите налоги, которые могли бы не платить, если вы были долгосрочным инвестором с держанием бумаг более трех лет на вашем счете. Вот если вы держите бумаги более трех лет на вашем счете, в чем размер, смотрите, 9 миллионов рублей бумаг, то в этой ситуации вы экономите 13%. Вот тот самый налог с разницей между ценой покупки и продажи вы не платите. И это большой плюс, соответственно, для себя. Можете себе в копилку пометить. Вот еще один момент, связанный с тем, что пассивно ленивый инвестор выигрывает у активного. И, соответственно, второй тип вычетов, мы уже говорили об этом предварительно, это ИИС. Есть тип А, где мы с вами получаем вычет 400 тысяч рублей в течение года, то есть не более чем, наша выгода составит 52 тысячи рублей, это ИИС типа А. И второй вариант – это налоговая льгота по ИИСу типа Б. Что это означает? Это означает, что на ИИС типа Б мы не получаем какого-то вычета. У вас нет НДФЛ, вам нечего получать из бюджета. Тогда вы можете открыть ИИС типа Б, и, соответственно, в этой ситуации у вас будут освобождены от налогообложения все операции. Вот здесь как раз можно быть активным инвестором, продавать, покупать. Тогда все операции будут исключены из налогообложения, но, помните, комиссии брокерам вы все равно заплатите. Вот, поэтому если говорить в целом, мы с вами сейчас посмотрим на итоги, на примере расчета ИИС типа А, ИИС типа Б, и вы поймете, что ИИС типа Б проигрывает во всех ситуациях, просто во всех. Более того, например, если у вас ИИС типа А был и прошло три года, то вы можете перевести эти бумаги на брокерский счет через три года, не раньше. Вы тогда не потеряете ни одной льготы и еще заработаете себе льготу долгосрочного вложения, продав эти бумаги и сэкономив 13%. То есть ИИС типа А, он супер выигрышный, если у вас есть НДФЛ, только ИИС типа А, потому что это действительно невероятно удобно, да, ну, естественно, экономит кучу времени. Итак, принос убытков прошлых лет. Что можно сделать? Ну, например, какой-то год для вас был не очень удачным, ну, вот вы там потрейдили и поняли, что натрейдили на минус. Вот, ну, переживать на эту тему не стоит, потому что следующий год может быть другим. Если он был, например, хорошим, то вы можете сальдировать убытки за прошлые годы и заплатить, естественно, меньше налогов. По общему принципу, как бы по общему, на фондовом и срочных рынках результаты не сальдируются. Ну, например, если вы получили убытки по фьючерсам, а на акциях заработали, то в целом результаты не сальдируются. Но очень много нюансов, деталей. Зависит от того, что было в фьючерсе базовым активом. И вот это все необходимо уточнять у брокера. Вообще, по переносу убытков прошлых лет – это очень много нюансов, поэтому я бы предлагала вам, прежде чем воспользоваться этим вычетом, проконсультироваться с брокером. Они всегда эту информацию дают. Итак, давайте посмотрим, ну, а как же получить такой вычет? То есть, предположим, вы готовы, у вас есть НДФЛ, вы хотите получить вычет, соответственно, через ФНС. И вот что вы делаете. Вы собираете документы у брокера, берете документ о том, что вы внесли денежные средства на счет. Это можно сделать прямо в приложении, подтверждающий документ, что у вас внесены денежные средства, были на счет, например, 400 тысяч за год вы внесли. Потом, соответственно, вы сканируете документ, стоящую личность, если вы это делаете не через налог.ру, а через какой-то другой инструмент, например, лично что-то несете налоговую. Ну и, соответственно, подтверждающий документ. Например, справку 2НДФЛ берете, опять-таки, если вы заполняете не через сайт налог.ру. Но если вдруг вы заполняете декларацию через сайт налог.ру, то тут у вас просто великолепно все происходит. Вам не нужна справка 2НДФЛ, потому что все ваши доходы уже подкачаны на налог.ру. Вам не нужен документ, подоставляющий личность, потому что вы уже прошли аутентификацию. Напишите мне, пожалуйста, у кого из вас есть аккаунт, подтвержденный в госуслугах. То есть госуслуги.ру. Многие, я думаю, что знают. У кого есть подтвержденный аккаунт, напишите «Есть». У кого нет, напишите «Нет». Да, соответственно. Вот вы через регистрацию на госуслугах, ее будет достаточно подтвержденного аккаунта, заходите на налог.ру, на этом сайте налог.ру получаете электронную подпись, мы сейчас это пройдем еще раз по шагам, и после этого заполняете декларацию. Затем вы прикладываете все документы и отправляете документы налоговым. Значит, налоговая проверка длится 3 месяца, еще через месяц вам выплачивают денежные средства. Значит, насколько вы доверяете электронной подписи на сайте налог.ру? Что значит «Я доверяю или не доверяю ей?» Ее генерирует налог.ру, естественно, как бы этой подписи я доверяю, поскольку, когда вы заходите через сайт госуслуги, у вас работает двойная двухфакторная, так называемая, аутентификация. Конечно, я рекомендую ставить такую двухфакторную аутентификацию на все сервисы. То есть вот, например, у вас есть почта электронная, у вас есть Инстаграм, у вас есть Ютуб, у вас есть еще какие-то аккаунты. На каждый такой аккаунт у вас должна быть включена двухфакторная аутентификация. Что это значит? Это значит, что вам приходит либо СМС, либо генерится одноразовый код в специальном приложении, и только тогда вы работаете, когда у вас есть сложный пароль и двухфакторная аутентификация. Тогда у вас есть двойная защита. Если у вас ее нет, доверять нельзя ничему, потому что сламываются на раз такие аккаунты. Поэтому будьте любезны, пожалуйста, со всем вашим сложным, таким серьезным аккаунтом, почта, Инстаграм, Фейсбук, прям проверьте сегодня вечером и добавьте двухфакторную аутентификацию. Она везде есть. Давайте я ключевые моменты скажу. Что можно сделать? За какой период можно подать декларацию? Вот вы можете подать декларацию сразу за три предыдущих года. Например, вот сейчас 21 год. Вы можете подать декларацию за 20, 19 и 18. В 22 году вы уже за 18 год не сможете подать декларацию. Поэтому не тяните. Старайтесь подавать все по годам. Во-первых, вы деньги будете возвращать, что, в общем-то, маловажно. А деньги во времени работают на вас. И за год там возврат денег, которые вы произвели, все-таки какую-то копеечку вам, но даст. Как говорится, копейка рубль бережет. Вот давайте про сайт налог.ру прям конкретно. Вы входите через госуслуги. Затем получаете неквалифицированную электронную подпись, которая вам генерирует автоматически, значит, на сайте налог.ру инспекция. В течение суток примерно получается. Затем заходите на вкладку «Жизненные ситуации», подать декларацию 3NDFL онлайн и заполнить онлайн. Там будет дальше у нас там и шесть блоков. Давайте на них посмотрим. Блок один – это ваши данные. Почему я говорю, что очень удобно заполнять декларацию на сайте налог.ру? Потому что если вы заполняете ее вручную, ну, вот где-то там вручную прям пишите что-то, вам нужно полностью, соответственно, все информацию по своим, значит, соответственно, доходам внести. Причем помесячно там нужно будет вносить ее и так далее. То есть это на самом деле такой прям вот огромный геморрой. Поэтому я рекомендую вам делать только через сайт налог.ру. В разделе «Доходы» вы всегда можете проверить, все ли доходы задекларированы. Если что-то не хватает, пожалуйста, добавьте. Но помните, что в отличие от подачи декларации на получение вычета, которое можно подавать в течение всего года, например, в течение всего 21 года за 20, то подать документы на то, что вы хотите задекларировать какой-то доход за предыдущий год, необходимо по закону до 30 апреля. Если вы не подали до 30 апреля и такие доходы не задекларировали, и только делаете это уже постфактум, то вам насчитают пение штрафа. Итак, блоки 3-4 вычета. Я уже говорила, что очень удобно подавать через налог.ру именно еще и потому, что вы получаете не только инвестиционные вычеты, но и те вычеты, о которых мы с вами проговорили. То есть стандартный, социальный, имущественный вычет, если была покупка имущества, все это можно делать одномоментно. Поэтому это очень удобно. Одна декларация на все вычеты. Затем у вас есть такой, так называемый, блок распорядиться переплатой. Вы еще заполняете заявление на то, чтобы вам перечислили денежные средства на счет, потому что наличными никто не выдает вам налоговые вычеты. И, соответственно, после этого вы еще раз проверяете все, подтверждающие документы прикрепляете в виде скан-копий. Обычно это PDF-документы. И уже отправляете в налоговую. Не забывайте прикреплять документы, иначе придется подавать уточненную декларацию. Итак, какие есть вопросы? Вот какие-то из них сейчас основные я озвучу на слайде, но, возможно, у вас есть еще какие-то. Смотрите, ну такой достаточно популярный вопрос. Может ли самозанятый получать налоговый вычет? Ну, статус самозанятого, вы знаете, что такое есть, да? Я надеюсь, напишите мне циферку 4, кто знает, что такое самозанятый статус. Это новый статус, который появился с 1 января 2020 года, и уже с 1 июля 2020 года распространен был на все регионы России. И на самом деле статус неплохой, но, к сожалению, там нет НДФЛа. Там есть налог на доходы, на профессиональный доход. А это означает, что если вы не платите НДФЛ, то вы не можете получать налоговые вычеты. То есть я и говорила, как раз для самозанятого очень хорошо подойдет и из типа Б. То есть и из типа А ему совсем не подходит. Вот вопрос от Марии. По доходам на фондовом рынке за 2020 год надо декларацию до 30 апреля подать? Так, если у вас были доходы на фондовом рынке российском, то здесь за вас все сделал брокер. А если вы на фондовом рынке, соответственно, торговали, например, отдельно иностранным, то здесь уже, конечно же, брокер только часть налогов удержал у вас с вас иностранный. Например, по американским акциям это 10% удержано. Вам нужно подавать дополнительную декларацию о том, что вы имеете еще доход и уплачивает 3%. Сейчас следующий слайд будет, и мы как раз с вами это разберем. Можно ли получить вычет наличными? Уже говорила, нет, нельзя, только на счет в банке, поэтому вы указываете свой счет. Если вы работали только часть года, можно ли получать налоговый вычет? Можно. Главное, чтобы вы официально платили НДФЛ. Неважно, сколько в течение года вы работали. Очень часто возникает вопрос, вот даже вчера в директ мне писали в Инстаграме, можно я передам свое право на вычет мужу? Ну, потому что у меня вот в этом году нет вычета, я ушла в декрет, а у меня ист типа открыт, а я его пополнила. И вот этой ситуации, к сожалению, нет. Даже если ваш муж, как говорится, официальный, и никакой не гражданский, а самый натуральный в официальном браке, к сожалению, передавать вы не можете родственникам. Только вот сами вот такие вычеты получать. И можно ли получить вычеты на иностранные ценные бумаги? Если такие иностранные ценные бумаги торгуются на российском фондовом рынке, то можете. Если не торгуются, то не можете. Например, когда мы говорим о купле-продаже ценных бумаг на фондовом рынке иностранном, вы работаете, например, через иностранного брокера, то здесь вы полностью самостоятельно декларируете все. То есть здесь вы откупе-продажа платите налоги самостоятельно, уже подавая декларацию до 30 апреля года, следующего за тем годом, в котором вы получили вот эту прибыль. Итак, двигаемся с вами дальше. Смотрим пример расчета инвестиционных налоговых вычетов. Давайте посмотрим. Вот у нас есть Марина, которая открыла у брокера из ТПА и каждый год носила по 250 тысяч. Ну, вот не было больше у Марины денег, но это и не важно, не обязательно вносить 400. Можно вносить хоть 100, хоть 10, хоть 50, неважно. Все равно вы имеете право на 13% от этой суммы, если у вас есть НДФЛ, уплаченный в бюджет. Поэтому Марина вот посчитала, и у нее получается, что на банковском счете в конце, в итоге, у нее оказалось через три года 986 918 рублей. А если бы она то же самое, да, вот решила бы подождать и, например, сделать вычет по ИСУ ТПБ и вернуться, например, обратным счетом, посчитать, что будет выгоднее. Вот давайте посмотрим, что будет выгоднее. Та же самая ставка, инвестирование среднее 10%. И получается, что по ИСУ ТПБ, если бы она бы просто не получала бы прямой вычет на ту сумму, которую она вносила, а просто-напросто возвращала бы, не платила бы налоги с того дохода, который получала, то в этой ситуации прибыль у нее гораздо меньше. Потому что, понимаете, у нас здесь в районе 76 тысяч разница. Ну, такая неплохая разница. Если работаю на фондовом рынке, брокер ВТБ, налог надо самой платить? Нет, за вас полностью налоговым агентом является российский брокер, и вы, соответственно, все налоги он за вас уплачивает. Поэтому здесь вы можете не волноваться. Итак, теперь мы возвращаемся как раз к вашим многочисленным вопросам, как мне, что мне делать с акцией. Вы уж очень любите, все начинающие инвесторы любят акции, хотя на самом деле должны любить облигации, более консервативный инструмент, но практически показывают, что все наоборот. Любят все очень высокорискованные инструменты. Почему высокорискованные? В прошлый раз обсуждали много на эту тему, говорили, да? Итак, вот вы решили инвестировать в российские акции. Сам инструмент BPF и ETF – это на самом деле шикарные инструменты, дающие широкую диверсификацию. Вам не нужно думать, в какой инструмент, в какую конкретную акцию или облигацию вложиться. Это очень удобно. Вот если вы берете BPF, то есть BPF – это российский вариант, биржевого фонда. ETF – это иностранный, по иностранному законодательству, вариант биржевого фонда. Так вот, если вы берете BPF на российские акции, то у вас получается налога ноль. Вообще ноль. Вы полностью экономите все налоги. Почему так получается? Потому что биржевой фонд является неюридическим лицом, и он налоги не удерживает. То есть он не платит 13% с полученных внутрь фонда дивидендов. Но он и вам дивиденды не выплачивает, но при этом при всем внутри фонда перераспределяет полученные денежные средства опять в той же последовательности. Например, если это индекс Мосбиржи, то фонд следует за индексом Мосбиржи ровно в той же последовательности. Он не пытается там купить себе машину, квартиру, золотой унитаз или что-то еще. Нет, у него четкое понимание, куда он тратит денежные средства внутри фонда. И если он еще не платит налог 13%, то это и ваша итоговая экономия, потому что она сказывается на стоимости пая этого фонда. Он растет. А теперь сделать, чтобы, соответственно, не платить вообще даже налоги 13% и при продаже этого пая, то вы держите такой БПИ в течение трех лет, и когда вы его через три года продаете, да, если это будет необходимо, конечно, вам, да, я ничего не продаю своего партнера, чтобы вы понимали, вообще, абсолютно. Если вдруг вам необходимо и вы достигли своей финансовой цели, и вам нужно продать часть этих паев, то вы в данной ситуации вообще экономите и не платите ничего. То есть если это БПИ, смотрите, если это ETF, то здесь ситуация несколько иная, потому что здесь уже, получается, российские акции находятся внутри, например, ирландского или люксембургского ETF. Ирландские – это у нас с вами будут фонды Финекса, а Люксембург – это, по-моему, у нас с вами ITI Capital, да, поэтому вот и те, и другие невыгодны в части российских акций абсолютно, поэтому лучше, если у вас будет БПИ на российские акции по российскому праву. Равниваются ли биджевые фонды российского брокера, в которых присутствуют иностранные акции к иностранным акциям, или нужно по ним платить налог? Максим, опережайте события. Сейчас все объясню. Значит, все же на слайде написано. Значит, фонды Финекс не являются БПИФом для целей налога, фонды Финекс не являются БПИФом. Нет, не являются БПИФом. Это не БПИФ. Это фонд, зарегистрированный по иностранному законодательству, и когда российская компания, входящая в этот фонд, платит дивиденды, этот фонд, то есть тогда в момент выплаты дивидендов удерживается 10%, а с Люксембургом вообще 15% удерживается, потому что в сторону иностранной компании платятся дивиденды, понимаете? Потому что она не резидент. Мы с вами на первом слайде разбирали, что когда у нас с вами не резиденты, ставка налогового обложения, я напомню, 30% для всего, кроме дивидендов, по дивидендам от российских компаний, все не резиденты платят 15%. С Ирландией есть соглашение и платится 10%. Это, конечно, меньше, чем 15%, но это все равно невыгодно. И посмотрите, какая ситуация с ITI Capital, с фондами, да, вот ETF-ами. Там вообще ситуация катастрофическая. Мало того, что 15% налог на дивиденды с российских акций, так они еще и выплачивают дивиденды зачем-то по своим, соответственно, биржевым фондам, и еще и 13% в итоге теряет держатель этого фонда. Поэтому вот совершенно невыгодная ситуация, поэтому, пожалуйста, обращайте на это внимание. Вот такая оптимизация и покупка грамотная фондов – это тоже очень важно. По поводу дивиденды с американских акций. Вот вы решили вложиться в американские акции. Ну, можно это сделать напрямую, да, соответственно. И здесь вы будете платить два варианта. Либо 30%, если вы не заполнили форму W8B, а если вы ее заполнили, то, соответственно, будете платить 13. 10% вас удержит брокер США, и 3% вы доплатите, подав декларацию до 30 апреля, например, там, 21 года, если вы в 20-м получили такой доход по дивидендам, вы обязаны дать такую декларацию самостоятельно. Вот тогда это 13%. Но что делать, если вы не хотите заморачиваться на эту тему? Что можно, какие фонды подобрать, наиболее оптимально подходящие, под то, чтобы, ну, то есть оптимизировать налоги? Вот смотрите, у нас с вами есть ETF Ирландия. Все, что Ирландия, это финекс, чтобы вы понимали. Вот, когда у нас есть слово Ирландия, между Ирландией и США заключено соглашение, в котором платится налог не 30%, удерживается, да, соответственно, при выплате с дивидендов, а 15%. И это означает, что там, где есть слово Ирландия, у вас будет всегда 15%. И это экономия, да? Да, это чуть больше, чем если бы вы самостоятельно инвестировали в акции того же Apple, Google или чего-то еще, но все-таки чем хороши ETF-ы? Вы покупаете на небольшую сумму пай, да, например, американских акций, и у вас сразу весь индекс S&P 500. А для того, чтобы вы купите самим 500 компаний, ну, вы представляете, какие вложения необходимы, да еще и следить за этим индексом в соответствующем пропорте. Наверное, мы с вами как раз в первый раз, по-моему, говорили, что 5 компаний из индекса S&P 500 занимают сейчас 20%. Ну, я надеюсь, что не надо перечислять, если компании на слуху, это Amazon, Facebook, Microsoft, сейчас не помню, там, по-моему, да, как раз у нас с вами будет Google и Apple. То есть они вот 5 компаний занимают 20% S&P 500. То есть это широкая диверсификация. И, конечно же, там ради 2% плюс отсутствие геморроя, потому что вы их не платите. Они же внутри фонда выплачиваются, понимаете? Вы вообще их не видите. У вас просто есть фонд, купленный на российском фондовом рынке. Поскольку бумага обращается на фондовом рынке, то трехлетний вот этот вот период, в котором вы держите ее, и потом не платите налог при продаже, он действует. Ну, вырос ваш, соответственно, пай биржевого фонда на Ирландию, соответственно, вот либо в Ирландии основанного, либо, соответственно, внутри лежащего. Ну, вы продали его через 3 года и не платите налоги, потому что у вас работает инструмент, связанный с налоговой льготой по долгосрочному владению. Вот у нас с вами есть 2 опции на российском рынке. Либо это ETF и Ирландия на Мосбирже, это FINEX, либо это BPF. Такой BPF есть единственный. BPF такой есть у ВТБ. BPF на паи ETF Ирландии на акции. Соответственно, вот этот BPF тоже самое в российском праве сделанный. Он идет как бы не внутри его сами акции S&P 500, то есть, да, а внутри его находится ETF ирландский на, например, там акции американские. Поэтому вот и оба этих инструмента, они работают на вас для того, чтобы уменьшить налогообложение. Так, все ли понятно с этим слайдом? По российским и по иностранным акциям, по американским? Или что-то еще остается не акции китайских компаний? Какой налог? Не подскажу по китайским акциям, нужно уточнять. То же самое по Германии, по Китаю. Это все нужно уточнять дополнительно. Ну, как бы по общему правилу, если вы вдруг покупаете ETF, соответственно, на китайские акции, надо смотреть, сколько у вас удерживается в Китае, соответственно, ну, как вы смотрите, да, то есть если дивиденды выплачивают китайские компании внутрь фонда, а фонд вам не выплачивает дивиденды, у вас только одна проблема. Сколько китайские, сколько внутри Китая удерживается налога сразу же при выплате дивидендов, да? У нас 15%, в других странах может быть по-другому. То же самое узнавать по Казахстану. Не знаю ситуацию, не буду комментировать, соответственно. По акциям, значит, Евгений задает вопрос, по акциям на бирже СПБ. Если не продавать, не подавать, ничего декларировать не нужно? По акциям на бирже СПБ, это обращающиеся на фондовом рынке. Нет, здесь не нужно подавать форму W8B. Это только в случае, если вы напрямую покупаете бумаги через иностранного брокера. Так, ну что, еще вопросы есть по этому слайду? Какие-то, да, вот именно по американским и по российским акциям. Ну, тогда мы на самом деле с вами завершили. Еще раз хочу вам напомнить, что не так важно, сколько вы зарабатываете. Мы с вами говорили на вебинаре на прошлом, что, вернее, на позапрошлом, что очень важно понимать вот эту вот динамику, да, то есть важно дисциплинированно потихонечку инвестировать. Тогда сами проценты сложные будут работать на вас. Знаете, я готова сейчас поотвечать на ваши вопросы, вообще не связанные с налогами и вообще с инвестированием. Пожалуйста, задавайте. У нас с вами есть как раз 15 минут, вот, и можете задать. Так, дивиденды. Китай 20%, Германия 26,4. Вот и все. Ну вот, собственно говоря, если, смотрите, еще важный момент. Если нет соглашения, соответствующего со страной, например, может же быть у Ирландии соглашение с Германией, или там у Ирландии соглашение с Китаем, и тогда ставка будет ниже, да. Помните, что если у Ирландии есть соглашение со штатами, когда ставка не 30, а 15% по дивидендам, то такие же соглашения возможны и с другими странами. Поэтому вот это все нужно проверять досконально, когда вы покупаете такие фонды, чтобы вы понимали, а сколько все-таки в итоге ваша доходность будет. Потому что, ну, вернее, сколько в итоге ваши доходы, сколько вы могли бы получить, если бы оптимально выбрали фонд. Вот смотрите, вы выходите ведь на рынок, а фондов-то много тоже. И вы вот, например, в такие, ну, как бы сказать, дебри, условно, как я сегодня объясняла, не заходите. Берете первый попавшийся фонд, ну, они же все типа на индекс Мосбиржи. Ну вот, и получается, что вы, беря ирландский фонд на российские акции, проигрываете. А взяли бы вы российский фонд на российские акции, и вот ваши 10%, да, все-таки сумма немалая. То есть нам для Финнекс на Китай или Германию нужно какие-то налоги самим платить. Или речь идет о налогах, которые фонд сам платит. Нет, нам нужно платить, давайте я вернусь сейчас на слайд с дивидендами. Вот смотрите, у нас с вами есть фонд, внутри него акции, которые собраны в рамках этого фонда, выплачивают какие-то налоги, да, соответственно. То есть, вернее, выплачивают какие-то дивиденды. И с этих дивидендов уплачиваются налоги. Если все это делается внутри фонда, и фонд не выплачивает вам дивиденды, а я рекомендую выбирать только такие фонды, которые не выплачивают дивиденды, то вы ничего не платите. То есть вот есть у вас, например, фонд какой-то на Китай, то будет ситуация, вот смотрите, как с фондом, например, БПИФ на ПАИ Ирландии или ETF Ирландии на Мосбирже. 15% внутри фонда, вы их не видите. Я просто говорю вам сейчас об оптимизации налогообложения целиком. То есть если вы возьмете БПИФ на акции американские, да, а такие на российском фондовом рынке есть, то вы сразу теряете 15% с дивидендов. Потому что, да, здорово очень, если у вас внутри БПИФа кто-то взял и собрал индексы СНК-500, но только вы 30% потеряете, 15% потеряете, понимаете, вы их не увидите. Это нужно просто понимать в суть налогообложения. То есть ваша задача смотреть то, какие налоги будут платиться внутри фонда, потому что это, конечно, формально, вы их не платите, эти налоги, до вас-то ничего не доходит, у вас просто обычный биржевой фонд, но при этом при всем это формально ваши косвенные потери, потому что ПАИ мог бы стоить больше, поскольку там было бы меньше налогов уплачено. Вот это очень важно. Мария пишет, налоги на дивиденды. Франция, Италия, Великобритания. Вот нужно, опять-таки, все эти нюансы просматривать. Плюс не только сами налоги, но и соглашения между странами. Например, в Люксембурге может быть соглашение с Францией, а у Ирландии, например, нет. И тогда нужно выбирать тот фонд, который будет более оптимальным. То есть очень внимательно просмотреть вот эти вот все нюансы. Просто у меня задач не было такой, чтобы вот все фонды прямо посмотреть. Я вам дала на примере самых популярных вложений. Это российские и американские акции. Дальше нужно по такому же принципу раскладывать все фонды. Хотите в Китай, посмотрите, сколько будет. Хотите в Германию, в развивающиеся страны. Такая же ситуация. Вот, например, там у России, в российском тоже есть у нас единственный, по-моему, фонд, развивающиеся рынки, ОВТБ, инвестиции. Вот там, например, несколько стран. И каждая страна будет по-своему выплачивать. У Бразилии одни, а у Китая другие там и так далее. То есть это тоже, на самом деле, все должно вот просчитываться, чтобы вы понимали, как реально работает фонд. В предложении ВТБ инвестиций на первой странице, значит, была такая фраза. Не могу приложить скриншот. Факциям США нужно доплатить 3% ФНС. При этом неважно, сколько с вас удержали в налоговой 30 или 10. Это получается неверно? Это верно. То, что вы не подали форму, ну, как бы это условно сказать верно, потому что у нас налоговые это требуют, что вне зависимости от того, что вы уплатили там 30, вам нужно все равно здесь уплачивать 3. De facto, de jura, вернее, это некорректно. Но, возможно, в каких-то случаях вам придется даже с налоговой просудиться. Не все, понимаете, такие, как сказать, продвинутые, не все знают, что вы все равно не должны платить больше, чем 13%. И некоторые налоговые действительно пытаются вас заставить оплатить еще дополнительно 3% к 33%. И да, здесь нужно единственный вариант просто судиться с налоговой. Больше ничего другого варианта не будет. Как часто нужно подавать заявку на получение налогового вычета каждый месяц? Зачем каждый месяц? Один раз в год. Мы вообще имеем право подать налоговый вычет годовой в ФНС только один раз в год. То есть вот сейчас год закончился. Как раз 1 марта у нас внесли все информацию, внесли в систему по доходам, и вы можете подавать с 1 марта налоговый вычет, получать за прошлый год. Вот это очень удобно. То есть каждый месяц это невозможно только раз в год. Так, по ИИСу можно подавать на вычет типа А по истечении трех лет со дня открытия счета. Помните, да, можно теоретически. Вот, например, вы открыли ИИС в 2018, и до конца 2021 вы можете подать за 18, 19 и 20. Если вдруг вы прощапите и будете пытаться уже подать в 2022, то за 18 год вы потеряете свои выплаты. Вот это важный нюанс, да? Поэтому вот очень вот эти моменты нужно отслеживать. Не тяните. А потом, ну, слушайте, а какой смысл ждать 3 года для того, чтобы получить налоговые вычеты? Ну, вот никакого смысла нет на самом деле, потому что вы эти деньги могли бы уже получить, реинвестировать, на них уже капали бы, ну, условные такие сложные проценты. Получается, что вы их оставляете, ну, и смысла в этом никакого нет большого. Ну, вот мне кажется, что здесь все-таки нужно как-то оптимизировать, да, вот эти вещи и понимать, что деньги сейчас лучше, чем деньги потом, потому что эти деньги на вас 3 года бы работали. Чего же их не получить, собственно говоря, да? Логично. Итак, друзья, давайте еще вопросы, если есть, задавайте. Или мы с вами уже будем тогда заканчивать. У нас как раз осталось немножко времени, но еще что-то могу проговорить. Обязательно верните, посмотрите предыдущие вебинары. Я так понимаю, что они выложены на Ютубе. Может быть, даже была бы просьба к организаторам делать ссылки на Ютуб на предыдущие вебинары, чтобы вам было проще их искать, да? На Ютубе, я так понимаю, что у вас есть специальный эндаумен ГИМО, Ютуб, и вы там можете посмотреть все сами вебинары. Я, честно говоря, не видела, где размещаются, вот, но обещали, что размещают. Так, друзья, ну что, будем с вами тогда прощаться. Я вас благодарю за ваше внимание. Помните, что это валюта 21 века. И обязательно жду в следующий раз. Вы не могли бы немного подробнее прокомментировать, почему де-юра налоговая неправа относительно дополнительных 3%, насколько часто они требуют доплаты? Ну, де-юра, она неправа, потому что гражданин Российской Федерации не должен платить больше из доходов, чем он должен был заплатить. 13%. Вот он должен был заплатить 13% за любых доходов. Он не должен заплатить 33%. Понимаете, в чем дело? И в этой ситуации прав действительно тот человек, который должен платить всего лишь 13%. Но иногда это требует прослуживания, потому что вообще, ну, несмотря на то, что вроде бы практика у нас единая, но каждая налоговая может действовать по своему усмотрению. Такая ситуация, кстати, с рефинансированием и кредитов, и получением налогового вычета по ипотекам. Там тоже есть очень много вопросов. Каждая налоговая по-своему трактует. Дали вам сверху там 500 тысяч рефинансирования, и вот все, целевой кредит потеряли. А одна налоговая трактует так, а другая говорит, ну, ладно, ладно, на 500 тысяч не дам вам вычета, но на оставшуюся сумму дам. Поэтому очень вот эти нюансы все существуют. Надо отсматривать их. Ну, и, конечно же, было бы странно, если вы и так инвестируете, и не заполните форму W8. Она есть у каждого брокера. Ну, и если вы уж решились купить иностранные ценные бумаги, то ее нужно обязательно заполнить. Итак, Светлана, можно в этот раз немного про налог на крипту? Интересно. Про крипту рассказывать не буду. Да, соответственно, Мария, это не ко мне. Вот. Налоги у вас будут по крипте все те же самые, как и у нас, 13%. Но если вы, конечно, задекларируете... Кстати, вы обязаны декларировать по новому закону 2020 года от цифровых финансовых активов. Поэтому если вдруг он вступил с ФИЛ тоже с 1 января 2021 года, если вдруг у вас есть цифровые электронные кошельки, и на них есть криптовалюта, вы ее покупаете, продаете и не декларируете, то это может выйти вам большим боком в итоге. Поэтому сейчас вы обязаны декларировать. Вот. Налог общий для всех. Помните, да? Ставка стандартная, базовая, 13%. Если больше совокупность у вас дохода 5 миллионов в год, то это будет 15. Но по факту, конечно, очень высокорискованные вложения. И помним, да, что высокорискованные вложения в портфеле 5-10% от наших совокупных вложений без кредита. Так, не знаю, какая у нас будет с вами следующая встреча. Когда будет? Сейчас уточним у организаторов, я думаю, и тогда уже ждите анонс. Ну что ж, я вас благодарю за внимание. Будем с вами прощаться. Спасибо вам большое и до новых встреч.